Вопросы экологии, бюджета и экономической политики стали основными на заседаниях комитетов парламентской ассоциации Северо-Запада. Какими способами можно сделать жизнь горожан лучше и безопаснее? Этим участники встречи поделились с журналистами. Одной из главных тем заседания профильного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада стали самозанятые. Благодаря им малый бизнес развивается в регионах СЗФО очень активно. По предложению членов парламентской ассоциации самозанятым нужно как индивидуальным предпринимателям или коммерческим организациям устанавливать свой АКВЭД, чтобы указывать где и в какой отрасли они работают. Отрасли народного хозяйства сегодня для нас важны. И как применяются они, и как им помогать, и как помогать, допустим, малому бизнесу в каких отраслях мы должны знать. А для этого налоговая инспекция сегодня, к сожалению, вручную вынимает и смотрит, какие применяются сегодня КОДАКВЭД. Это облегчение и нам, и любому, наверное, субъекту сегодня будет проще работать и понимать, какие специальности, какие отрасли пользуются успехом и какие будут развиваться дальше. Второй важный вопрос, затронутый на заседании в стенах Думы, касался расчета стоимости квадратного метра жилья в новостройках в арктической зоне. Цена, полученная согласно методике, существенно отличается от реальной, что становится одной из причин, почему не все граждане берут арктическую ипотеку. Это же усложняет и процесс расселения людей из ветхого аварийного жилья. Наше предложение заключается в том, что я сказал, чтобы этот разрыв убрать, чтобы методика определяла среднюю стоимость квадратного метра жилья в соответствии с рынком. И комитет парламентской ассамблеи наше предложение поддержал. Надеемся, оно будет принято и на федеральном уровне. Параллельно встрече в Думе в Центре управления регионом состоялось заседание комитета по экологии. Мурманская область – щедра на природные красоты. Одно из доказательств – множество заповедников, природных парков и особо охраняемых территорий. Важная задача состоит в том, чтобы не просто сохранить их, но и сделать доступными туристам без вреда для экологии. Еще одна важная задача – очистка водных объектов. Если брать, например, опыт Мурманской области, мы видим, что у нас огромное количество волонтеров занимаются очисткой береговой черты. И эти проекты волонтерские дают конкретные результаты, мы этими результатами гордимся. Но, с другой стороны, если брать федеральную законодательство, то одними волонтерскими движениями мы не сможем очистить береговые объекты. А у нас их очень много. И если брать северо-запад России, это вообще территория, где много озер, рек, береговой черты, в том числе морской. И каждому, опять же, из регионов есть чем поделиться. У нас здесь есть несовершенствование правового регулирования в части полномочий по очистке этих водных объектов. То есть мы говорим об очистке водных объектов. Это, наверное, было бы логично, чтобы этим занимались муниципальные власти. На это им выделялись средства. И они имели полную возможность использовать эти средства для подготовки, например, к сезону. То есть очистку водных объектов, которые прилегают к городам, подготовку пляжей для жителей. Один из актуальных экологических моментов – утилизация пластика и использование вторсырья. Например, есть инициатива, связанная с многоразовым использованием потребительской тары. В общем объеме отходов упаковка составляет очень большой объем. И идея о необходимости возрождения той системы, которая раньше была, которая была в нашем индиции, система многоразового использования упаковки, прежде всего мы говорим, конечно, о стеклянной таре, она не нова, естественно, но требует необходимого дополнительного закатного оформления. Поэтому сегодня с коллегами мы хотели концепцию данной обсудить. Подробно обо всех озвученных инициативах и результатах заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада вы узнаете из специального репортажа в эфире телеканала Арктик ТВ.